Максим Анатольевич, по работе в площадке, в которой вы принимали участие, какие вопросы, какие были приняты решения? Я работал на площадке «Здоровое будущее», очень с точки зрения здоровья, сбережения, демографической политики, а в целом здоровья нации, важные были сказаны, инициативы. Мне очень приятно, что ведущие спикеры Российской Федерации, депутаты Государственной Думы, главные врачи различных центров, соответственно, Министерства здравоохранения, наконец-то громко на партийной площадке озвучили необходимость усиления профилактической медицины, необходимость переноса тренда от лечения к, соответственно, профилактике и к образовательной системе населения, которое сейчас было четко озвучено практически в России за последние 10-15 лет утеряно, прозвучало совершенно открыто, что нам необходимо, прежде всего, средство массовой информации, так называемую четвертую власть, привлекать к системе, образовательной системе населения, через соцсети, через передачи, через возрождение так называемых уроков здоровья в школах, в детских садах, с молодым семьям, для того, чтобы наши люди сами начинали заниматься своим здоровьем. И, к сожалению, были озвучены для нас некие такие, ну, шокирующие цифры или приоритеты, что от чего зависит здоровье, да, то есть там сколько от питания, сколько, вот, соответственно, здорового жизни физкультуры, сколько от других вещей. Прозвучала для меня и неприятная статистика, что, к сожалению, очень такие бич 21 века, рак, допустим, да, в перспективе, с точки зрения специалистов, подчеркиваю, да, ведущих Российской Федерации, уменьшаться не будет. Да, его больше начинаем, скажем так, выявлять, да, но из-за разных причин, которые за один день не изменяются в Российской Федерации, рак, соответственно, людей различного возраста, раковые заболевания различные будут увеличиваться. Это очень плохо, да, но, с другой стороны, тут же было сказано, что нужно делать, чтобы, по крайней мере, значит, обезопасить этого, это, соответственно, перспектива. Очень интересны были инициативы по сердечно-сосудичным заболеваниям, да, и по, значит, мужчинам, потому что, значит, именно на этой площадке Герасименко, председатель комитета, с Морозовым, Морозовым, председатель комитета здравоохранения, Герасименко, зам депутата Государственной Думы, озвучили, что необходима программа в Российской Федерации, значит, сохранение мужчин. Вот так они креативно высказали, потому что, по всей статистике, мужчин меньше, соответственно, и мы рождаемся в меньшем количестве мальчики, и умираем, соответственно, продолжительность жизни у нас меньше. Поэтому мужчин работоспособного населения, если так все пойдет, и ничего не менять, через 10-15 будут, ну, извините меня, исчижающий вид. И было четко сказано, необходима отдельная государственная программа, партийная программа, значит, сохранение мужчин, можно так ее креативно назвать. И в ней очень многие вещи, которые будут касаться и мужского здоровья, и здорового образа жизни, и уменьшение сердечно-смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, все это должно быть отражено. Поэтому мне это тоже порадило, потому что я мужчина, да, у меня четверо детей, мне очень хотелось бы жить долго, если такая программа появится в Ульяновском регионе, мы точно ее будем развивать и выдвигать наверх. А вот в контексте создания такой программы в Ульяновской области, она известна тем, что очень сильно борется с лаборализацией населения, мужчин в первую очередь, и по пропаганде здорового образа жизни. Вот что наша регион будет как-то вложить? Вы знаете, мне очень приятно, что Герасименко и Морозов, так сказать, и это подтвердила Яковлева, заместитель министра по здравоохранению, сказали, что одной из самых больших причин бичей сегодня Российской Федерации, заболеваний самых различных, это прежде всего сверх, было так и сказано, сверхдоступность алкоголя, курения, значит, наркотики прозвучали и других вещей, которые в Российской Федерации есть везде. И вот в этой части образование, к сожалению, населения, да, в кавычках, конечно, да, оно происходит повсеместно. Это сказал не Гвоздев, это сказали спикеры, которые были на площадке. И в этой части инициативы Госдумы сегодня по ограничению рекламы на федеральных каналах определенной, да, по возрождению там уроков здоровья на различных площадках, я уже об этом говорил, повторяюсь, начинают молодой семьи, заканчивая пожилым населением, ставятся сегодня федеральными, значит, руководителями партии Единой России во главу угла. И я надеюсь, что это будет потом вредизвать конкретные программы воплощены. Ну а Ульяновский регион, как вы правильно сказали, с нашим губернатором Сергеем Ивановичем Морозовым, да, у которого у самого пять детей в этой части, да, и он всегда сторонник здорового образа жизни. Мы только это будем поддерживать и развивать.